Римский статут Римский статут был принят 17 июля 1998 года, вступил в силу 1 июля 2002 года. Юрисдикцию Международного уголовного суда признали 120 стран. В их число не входит Россия. Российские власти отозвали подпись под римским статутом в 2016 году. В Москве считают абсолютно неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных ордеров МУС в отношении российского руководства, цитирует источник в МИД России ТАСС. Собеседник информагентства, одним из руководителей которого является азербайджанский лоббист Михаил Гусман, заявил, что в Москве предупредили Ереван о крайне негативных последствиях для двухсторонних отношений в случае присоединения к римскому статуту. В Москве свое отрицательное отношение к решению Армении объясняют тем, что оно было принято сразу после того, как 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Армянские проправительственные эксперты наоборот настаивают, что взаимосвязи между ордером и ратификацией нет. И ратификация статута парламентом имеет одну цель – позволить Армении призвать к ответственности действующего руководителя Азербайджана Ильхама Алиева за военные преступления, совершенные в 2020 году в Арцахе, а также в 2021 и 2022 годах в Армении. Официальной реакции Армении на озабоченность МИД России по состоянию на 28 марта нет. На тему растущей напряженности в российско-армянских отношениях высказался предприниматель, глава группы Ташир Самвел Карапетян. Он расценил действия армянского конституционного суда как прямую угрозу российско-армянским отношениям, как в вопросе экономического, так и политического, военного и культурного взаимодействия. «Неприемлемо рисковать многовековыми дружескими связями между Россией и Арменией и партнерскими отношениями между народами двух стран», цитирует Карапетяна пресс-служба Ташир. «От имени Ассоциации армянских предпринимателей призываю руководство страны трезво оценивать все возможные риски подобных заявлений и не подвергать риску партнерские отношения между нашими странами», заявил российский предприниматель.